Как изменилась Лавра за несколько десятков лет? Теперь это может увидеть каждый. В одном из храмов Киево-Печерской Лавры открылась выставка, посвященная 30-летию ее возрождения. Детали узнаем от Юлии Жешко. Выставку открыли в трапезном храме. Сегодня с самого утра здесь проводят экскурсии. На фотографиях можно увидеть, каким предстал монастырь в то время, в какие стены вошли монахи, когда открылся монастырь. Это, по сути, были руины. Многие здания были разрушены почти до основания. Отбирались фотографии из различных архивов, и государственных, и частных, и монастырских, и зарубежных. В 1961 году советские власти закрыли Киево-Печерскую Лавру. И почти 20 лет здесь был музей. На месте нынешнего Успенского собора был полуразрушенный фундамент. Священнослужители уверяют, с тех пор сделали многое. Но и этого недостаточно. Мы только начали. Я думаю, что не только на мой жизненный век, и на другие моменты жизни других на месте Куфати, что еще совершать. А самое главное, чтобы мы послужили народу для воссоединения, послужили для прекращения войны. За восстановление храмов и пещер Лавры в первую очередь благодарят монахов и верующих. Мы прикликаны для того, чтобы молиться Богу за себя и за весь людский род. Это покликание монахов. Киево-Печерская Лавра является сердцем не только нашей государства, Украины, она является сердцем всей Руси. Потому что тут приняли хрещение те народы, которые сейчас представляют собой разные государства. По словам митрополита Ануфрия, с 60-х по 90-е Киево-Печерская Лавра пережила свои худшие времена. Заходя даже на территорию Лавры, присутствует, просто-напросто охватывает даже какое-то необыкновенное чувство того, что этому святому месту нашей святыне более тысячи лет. На протяжении сотен лет храмы на Печерских холмах посещают и верующие разных конфессий. Несмотря на все разрушения и гонения, которые пережила Киево-Печерская Лавра, древние святыни все же удалось сохранить. Но, по словам священнослужителей, чтобы восстановить Лавру полностью, нужен еще не один год. Юлия Жешко и Даниил Косаковский. Подробности. Телеканал Интер.